Амурская тигрица Нам очень приятно, что к Международному дню тигров наши амурские тигры родили вот такую тройню малышей. Это, конечно, традиционное событие в нашем парке, в парке Львов-Тайган и в Ялтинском зоопарке «Сказка». Но нам приятно очень, что коллекция амурских тигров вот с этими малышами у нас уже 38 особей. А к вот этим жителям Тайгана просто так не зайдешь. Им уже около года, и инстинкты побеждают гостеприимство. Видно, у тигров совсем не праздничное настроение. Сложно представить, что было бы с нами, если бы на пути полосатого хищника не оказалось ограждения. Тайган воспитывает и оберегает порядка 68 представителей особи. Это рекорд Европы. Каждый год тигров меняют на других животных из разных уголков континента. Чтобы прокормить одного такого зверя, в день нужно от 5 до 7 килограммов мяса. На всех полосатых полтонны. В праздник Олег Зубков хотел поздравить питомцев их любимым лакомством – козой. Но столкнулся с непониманием обывателей. Несмотря на то, что во всем мире такие шоу – обычная практика. Так в северном Китае на обед тиграм дают большого быка. В Тайгане героев дня кормили курятиной. Ни одна коза не пострадала, уверяет директор. Меньше всего я думаю о личном рейтинге или антирейтинге и даже для своего парка. Больше всего в этот день я хотел бы думать о своих тиграх, о их здоровье. Если бы это сегодня отмечался день медведя, скажем, то я бы с удовольствием медведю купил бы торт, пиццу, пирог с яблоками, что угодно. Но для тигра это невозможно. Ему невозможно дать котлету и даже колбасу хорошего качества. Лучшее, что для тигра можно сделать, это дать ему живую козу, если хотите, барана, свинью или на худой конец петуха, что мы сегодня и сделали. Он ест это с шерстью, он ест это с кровью. И для его пищеварения это наиболее полезная, так сказать, продукция. Все должно быть как можно ближе к природе. С восторгом на тигров смотрят Евгений и Евгения. Туристы из Москвы. В Крымском сафари-парке пара побывала впервые. Именно грациозные хищники в особенности привлекли внимание. Мы только недавно зашли сюда, наверное, часа полтора, и посмотрели пока только львов, и добрались до тигров. Не знаю, мы уже малышей потискали, и это вообще восторг. Да, маленького тигренка. Эти хорошенькие, такие маленькие, такие рычат. Андрей Бодренков с сыном Данилом приехал в Крым из Петербурга. Туристы с восторгом замерли возле вольера с бенгальскими тиграми, потомством легендарной тигрюли, подаренной зоопарку сказка Юлии Тимошенко. Больших альбиносов туристы увидели впервые и поспешили познакомиться с историей их происхождения. Вот мы видим различных тигров в более-менее какой-то живой природе. Ох, кто-то там ручит. Вот, и нам нравится, да? Жарко тут. Мы уже празднуем день тигра, собственно. Как, не было бы мясо, поздравил их с удовольствием. Своё жалко. Вот гордость сафари-парка. Самые старшие и самые большие тигры, они крупнейшие в природе, родом с Дальнего Востока. Сейчас жара, и они лениво лежат в тени. А вот их младшие товарищи моментально активизируются при виде еды. Это те самые референдум и весна, появившиеся в Тайгане в прошлом году. Патриотичные имена явно принесли тиграм удачу. Они большие, здоровые и активные. Но самым главным подарком для крымских тигров станет огромный парк, который вскоре может появиться в республике. Территория для полосатых хищников будет обустроена по примеру парка львов, уже ставшего во всей России одной из визитных карточек полуострова. Возможно, один из следующих праздников крымские питомцы встретят уже на новом месте. Тарас Березицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Белогорск.